Глубоко уважаемые коллеги, доброе утро, добрый день. Я рада всех приветствовать клинические темы, но делаем это через призму знакомых художественных образов, фактов биографии, медицинского анамнеза, знакомых нам личностей, ну и просто здесь интересные какие-то новости из мира искусства. Конечно, это проект против профессионального выгорания, и с нами в каждой передаче продолжает быть и вдохновлять нас Юлия Валентиновна, наш психолог, который помогает нам приходить на работу с радостью и уходить на работу. Я поздравляю всех с Новым Годом, очередным китайским, еще один повод для радости, ну и начинаем разбирать сегодняшние темы. Первая тема среди образований желудочно-кишечного тракта это полипы желудка, когда же их надо лечить и не надо удалять. Но сначала я хочу, чтобы вы посмотрели на трех прекрасных женщин, на их изображение. Это музы одних из самых известных художников прошлого века. Давайте попытаемся по характеру изображения понять, кто же автор. Итак, первая это актриса Жанна Самари. Ее фотографии перед вами. Если вы видите вот такую отфотошопленную только наоборот женщину, которая на портрете, на картине появилась, оказалась явно лучше, чем ее оригинал на фотографии, скорее всего это Гюст Ренуар. Второй портрет и его оригинал это Лидия Делекторская, муза Анри Матиса. Очень привлекательное изображение, но кажется, что это писал ребенок, которому дали задание нарисовать свою маму. И он вложил вот такой простой образ, всю свою любовь. Ну а если вы видите на портрете что-то, кого-то, у которого явные проблемы хотя бы с одной частью тела, то, наверное, с большой долей вероятностью это Пабло Пикассо и перед вами портрет его первой жены Ольги Хохловой. Итак, уважаемые коллеги, не все, что вы видите, вы можете как-то сопоставить с тем бэкграундом, который есть. Очень часто бывает, что нам нужна дополнительная помощь. И особенно часто это бывает, когда речь идет о полипах желудка, где без гистологии нам просто не справиться. Итак, мы сегодня на слизистой оболочке, который выступает в просвет органа. Считается, что это зонтичный термин. Нам он знаком, например, по рефлексной болезни, по запорам. Амбрелла термин или зонтичный термин – это когда… это такое собирательное понятие, что во всем мире принята парижская классификация эпителиальных образований. Наверняка вы встречали результаты эндоскопических исследований, где она не звучит. Но, тем не менее, знать мы ее должны. Первое, номер один, римское – это полиповидные дефекты. Они бывают с буквами ПССП. На ножке, сидячей или на короткой, широкой ножке. Второй тип – это уплощенные дефекты, плоско приподнятые вровень с эпителем, плоско углубленные. И третий тип – это углубленный или подрытый дефект. Несмотря на то, что первое описание полипов во время аутопсии произошло более чем пять веков назад, и несмотря на широкую частоту встречаемости полипов, точную этиологию мы до сих пор установить не можем. Есть несколько теорий. Одна из самых простых и популярных – это элементарная теория, которая говорит о том, что, наверное, токсические вещества в алкоголе, возможно, грубая пища с большим количеством клетчатки, камбустофагия, слишком горячая, а может быть, слишком холодная пища. Употребление еды с химическими добавками может приводить к росту полипов. Генетическая теория, и она оправдывается в ситуации с аденоматозными полипами, с диффузным семейным полипозом. Теория эмбриональной дистопии. Ну и здесь в качестве примера приводится, конечно, гетерапитопия ткани поджелудочной железы и возникновение полипов у маленьких детей. Наиболее популярная и, наверное, имеющая самую большую доказательную базу – это воспалительная теория, которая непосредственно связана с инфекционной. Конечно, чаще всего речь идет о хеликобактерной инфекции. Классификаций много. ВОЗ делил на эпителиальные и неэпителиальные. Мы можем разделять на одиночные, множественные или, если больше 20, говорить полипоз. Но в 2010 году это последний крупный гайдлайн. Он до сих пор не потерял своей актуальности, потому что после него ее не было. Это гайдлайн Британской ассоциации гастроэнтерологов. Он представил классификацию по пяти типам. Это полипы фундальных желез, гиперпластические, аденоматозные, гомортомные и полипозные синдромы. В рамках сегодняшней лекции мы коснемся первых трех. Почему? Ну, мы будем акцентироваться, прежде всего, ориентируясь на частоту встречаемости и на потенциал малигнизации. Итак, уважаемые коллеги, начинаем с полипов фундальных желез, потому что это наиболее часто встречающиеся полипы. Примерно в половине случаев они могут быть множественные, чаще всего располагаются в дно и верхней части тела желудка. Они хорошо ограничены, округлые, такие красивые, гладкие, блестящие, как правило, размером не ни одного сантиметра. Чаще встречаются у женщин. Обычно возникают на пятой-шестой декаде. Могут проявляться как самостоятельное заболевание или в составе семейного аденоматозного полипоза толстой кишки. Самые благоприятные по прогнозу полипы дисплазия выявляется крайне редко около 1% случаев. Но, тем не менее, такие случаи, пусть и казуистические, встречаются вплоть до даже публикации, что произошло развитие аденокарциномы в случае спорадических полипов фундальных желез. Они не ассоциированы с инфекцией хеликобактер пилория. А с чем же они ассоциированы? Одна из версий, что они могут образовываться на фоне длительного приема ингибитора протонной помпы. Но если бы гистологически подтвердили данный полип, спрашиваете у пациента, он говорит, что нет, не принимал и никогда не принимал. Такое тоже может быть. Не во всех случаях есть такая доказанная связь. Но, тем не менее, если кислотоподавляющая терапия принимается, то это связано с четырехкратным увеличением риска развития полипов фундальных желез. Считается, что здесь важна роль гипергастриномии. Гастрин вызывает гиперплазию и протрузию в просвет главных желез париэтальных клеток, их расширение, формирование кист, еще большее увеличение кист в размерах и, как итог, формирование полипов. И это тот казуистический, опять же, случай, когда хеликобактер пилори может играть защитную роль. Наблюдается даже регрессия полипов после инфицирования хеликобактерной инфекцией. Но, уважаемые коллеги, разумеется, это совсем не значит, что это один из путей решения проблемы. Средний интервал развития полипов около полутора лет. Регресс наступает через три месяца после прекращения приема ингибиторов протонной помпы. На слайде представлены гистологические образцы. Достаточно легко они определяются гистологом. Он видит кистозное расширение фундальных желез и разного типа слизообразующие клетки вокруг. Что мы делаем? Тактика ведения. Мы понимаем, что риск малигнизации минимальный. Более того, возможность спонтанного регресса. Да еще и могут исчезнуть через три месяца после отмены ингибиторов протонной помпы. Поэтому, если картина типичная, вот этот красивый, гладкий, блестящий полип размером до 0,5 см, достаточно взять биопсию из одного полипа. Если же полипы размером более 0,5 см до 1, то биопсия должна быть взята из каждого такого образования. Все, что больше 1 см, должно быть удалено. Это наш подход. Но есть подход, озвученный в британском гайдлайне. Здесь написано, что зачем мы делаем биопсию. Мы ищем дисплазию или все-таки редкие случаи аденокарцинома. Полипектомия при спорадических полипах не показана. Динамическое наблюдение, если вы не выявили дисплазию, тоже не показано. Уважаемые коллеги, мы с вами разобрали ситуацию, где, казалось бы, достаточно отменить, если есть эта причинно-следственная связь, ингибиторы протонной помпы, и у нас исчезнут полипы. Но, как вы знаете, мы с гораздо большей готовностью и легкостью ставим диагноз, назначаем лечение, чем, наоборот, снимаем его или пытаемся отобрать у пациента то, что он принимал, например, годами. Мы достаточно все-таки врачи-консерваторы, несмотря на нашу любовь ко всему новому. Я на данном слайде представила историю ссоры Илья Ефимовича Репина и Павла Михайловича Третьякова. Они дружили, но Илья Ефимович отличался как раз большим новаторством. Он был качен-эйдж, ловил все, что происходит в окружающем воздухе и подстраивал свою жизнь, в том числе, как оказывается, и свои картины. Перед вами три его известных картины. «Крестный ход» Курской губернии. Иван Грозный, сын его Иван. Ну и картина, которая связана с революционными событиями. Несколько было вариантов. Почему все они представлены здесь? Картины не ждали. Да, потому что это все те картины, которые тайком Иван Ефимович, придя в Третьяковскую галерею, уже после продажи этих картин, Павлу Михайловичу решил их переписать. Но он сказал, ну что же это такое? Вот «Крестный ход», «Тысяча людей», «А пыли маловато». Ее должно быть побольше. Или он посмотрел на Сыльного и сказал, что нет, уже лицо не соответствует современным тенденциям. И за полчаса перерисовал лицо Сыльного. Ну а на картине с Иваном Грозным он полностью изменил фон. И все упреки Павла Михайловича, что вообще-то картины уже проданы и к нему никакого отношения не имеют. Он воспринимал штыки. Коллеги, нам не надо воспринимать в штыки все то новое, что предлагает нам современная фармакология. Наоборот, клинические рекомендации обновляются быстро. Я напоминаю, да, каждые три года должны обновляться. И в рекомендациях Минздрава по гастриту до адениту вы увидите новый этап в понимании патогенеза гастрита. И связано это с открытием синдрома повышенной эпителиальной проницаемости. В рекомендациях указано, что синдром повышенной эпителиальной проницаемости участвует в патогенезе гастрита, а медикаментозная терапия, которая оказывает цитопротективный эффект, патогенетически обоснована. И там же идет уточнение, что в нашем арсенале есть препарат Рибомепит, который оказывает защитный эффект на слизистую оболочку. И указано за счет чего? Регуляция уровней простагландинов, восстановление физиологической продукции слизи и плотных контактов, обладает противовоспалительной активностью. И все это устраняет синдром повышенной проницаемости слизистых оболочек. Как работает Рибогид? Он связывается с рецепторами на эпителиоцитах, запускает процесс регуляции синтеза простагландинов. И даже если у пациента есть симптомы, в большинстве случаев нет патогномоничных признаков, которые могли бы нашу клиническую мысль пустить в сторону идеи, что у пациента может быть полипы. И именно так они проявляются. Но тем не менее, если симптомы, например, диспепсии есть, боли в животе, Рибогид доказанно оккупирует симптомы и восстанавливает функции эпителиоцитов. Но, уважаемые горьки, помимо спорадических случаев, есть и полипы фундальных желез желудка, связанные с синдромом семейного аденоматозного полипоза. Как мы поймем, что это они? Скорее всего, они будут множественные, покрывают всю слизистую оболочку свода или тела желудка. Здесь гораздо чаще встречается дисплазия. И если мы увидели такую картинку, как представлено на экране, а я благодарна за эндофото, заведующей эндоскопическим отделением израильской клиники Хадаса, Голковой Залини Викторовне, то здесь, о чем мы прежде всего должны подумать, еще если 12-перстные кишки такие увидели образование, это отправить пациента на колоноскопию. Если полипы выявляются там, то следующий шаг – это генетическое исследование и подтверждение синдрома семейного аденоматозного полипоза. Итак, мы разобрались с самыми благоприятными полипами, у которых низкие риски дисплазии и малигнизации. На втором месте по частоте стоят гиперпластические полипы желудка. Они чаще выявляются на шестом-седьмом десятке, хотя вот эти цифры сейчас уменьшаются. Преимущественно находятся уже в антральном отделе с распространением на тело желудка, а вторая зона – это кардиоэзофагиальный переход. Чаще всего они одиночные, размером менее 2 сантиметров, хотя встречаются случаи, описанные до 12 сантиметров. Вот здесь уже, конечно, будут клинические проявления, особенно при эрозировании могут быть и кровотечения. Риск дисплазии выше, до 20% и аденокарцинома до 2%. Если вы видите подобные полипы, основная задача – это оценить окружающую слизистую ткань. Взятие биопсии обязательно. В идеале 5 точек и биопсия по Ольге. Скорее всего, мы найдем фоновое состояние, хеликобактер ассоциированный гастрит, реже аутоиммунный гастрит. И необходимо помнить о рисках синхронных раков. Данные полипы имеют тенденцию к рецидивированию гистологически выраженная фавиолярная гиперплазия, реактивные изменения в фавиолярном эпителии и отечная строма с различной степенью хронического и активного воспаления. В ряде ситуаций может наблюдаться вот такая картинка эндоскопическая – это участок мелкобугристой слизистой оболочки. Морфологически – это гиперпластические полипы или просто фавиолярная гиперплазия. Их могут рассматривать даже как такую раннюю стадию гиперпластического полипа. Вы можете встретить название – полиповидная фавиолярная гиперплазия. Что мы делаем с гиперпластическими полипами? Надо сказать, что есть два ведущих экспертных сообщества, уже упомянута британская и американская ассоциация эндоскопистов. С чем они согласны друг с другом? Что первый этап – мы взяли биопсию из окружающих тканей, оценили наличие хеликобактерной инфекции, и если она есть, провели эрадикционную терапию. До 80% гиперпластических полипов, если у них нет ножки, если они малого размера, менее 1 см, они уменьшатся в размерах и даже исчезнут на фоне лечения фонового состояния слизистой оболочки. Ну а дальше небольшое расхождение по тактике. Британцы говорят, что надо удалять, разумеется, все полипы, которые дают какую-то клиническую картину, ну например, кровотечение, обтурация привратника. Мы говорили, что могут быть большие размеры. И полипы размером более 1 см, если они остались после успешно проведенной эрадикации. У американцев планка немножечко повыше. Они говорят, что показано удаление полипов размерами более 0,5 см, которые остались, опять же, после успешной эрадикационной терапии. Уважаемые коллеги, почему вообще полипы могут остаться и персистировать? Ну, перед вами такие комплексные результаты, несколько исследований, которые показали, что да, мы убили хеликобактерную инфекцию, но это не значит, что мы полностью убрали гастрит. Спустя год после успешной эрадикации полная редукция наблюдается только у каждого седьмого, каждого восьмого пациента. Частичный регресс воспалительных изменений у 60 примерно процентов. И у каждого четвертого пациента будут сохраняться выраженные воспалительные изменения в слизистой оболочке. Но, опять же, один из механизмов считается, что хроническое воспаление развивается и поддерживается повышенной проницаемостью слизистой оболочки желудка. Если ситуация идет про атрофический гастрит, у нас не так много подходов и вообще возможностей в арсенале, но один из них это подход, который в том числе озвучен в клинических рекомендациях МАПС-2 по применению рибогита. И на основании проведенных работ сказано о том, что рибомепит снижает и выраженность хронического воспаления, и даже выраженность кишечной метаплазии и дисплазии легкой степени. Правда, во всех исследованиях речь идет о гораздо более длительном приеме от 6 месяцев до 1 года, а не 2 месяца стандартный курс терапии, например, с которым мы можем начать при функциональных заболеваниях или при СРК. И, уважаемые коллеги, нам остался третий тип полипов – это аденоматозный полип. Это уже предраковое заболевание с высоким потенциалом перерождения в рак, особенно при полипе более 2 см и является маркером высокого риска развития аденокарциномы. Одинаково встречается, как у мужчин и у женщин. Крупные полипы могут стать причиной обструкции пилорического канала желудка, так же, как и гиперпластические. У части гиперпластических полипов выявляются очаги аденоматоза, и наши коллеги из Витебской областной больницы даже попытались вести новое понятие гистологическое, как гиперпластический полип с очаговым аденоматозом. Эндоскопический – это одиночное образование дольчатой формы с бархатистой поверхностью, чаще всего располагаемое в антральном отделе желудка. Все аденоматозные полипы должны быть удалены вне зависимости от размера и продолжить регулярное наблюдение, потому что может быть рецидив. Из-за того, что есть взаимосвязь дисплазии желудка с синхронным раком, остальная часть желудка тоже должна быть тщательно обследована. Мы опять же вспоминаем про инфекцию хеликобактер пилори. Если она есть, следует ее элиминировать. Первое контрольное исследование проводится через год после полипектомии. Если никаких изменений мы не выявляем, полипы не рецидивировали, то подход индивидуальный, как правило, через 3-5 лет. Если же гистологическое исследование показало наличие дисплазии высокой степени, то не позже, чем через 6 месяцев, мы должны провести контрольную эндоскопию. Итак, уважаемые коллеги, давайте резюмировать. Могут ли исчезать полипы в желудке? И надо ли все лечить? Да, могут, если нам удастся удалить причину возникновения полипа. Например, если это полип фундальных желез, который связан с приемом ингибиторов протонной помпы, и вы отменили ингибиторы, эти полипы могут исчезнуть через 3 месяца. Да, если это гиперпластический полип, он менее 1 см, у него нет ножки, то после лечения фонового состояния, как правило, гастрита до 80% могут исчезать. Но категорично нет, если речь идет об аденоматозных полипах, здесь только удаление и активное наблюдение. Уважаемые коллеги, тактика ведения пациентов с полипами, да, и с любыми образованиями в желудочно-кишечном тракте иногда вызывает определенные вопросы. Есть вопросы, есть где-то нехватка знаний, а значит, могут быть ошибки. Ошибаться могут все. Перед вами норвежский писатель на фотографии, да, Юн Фассе, он лауреат Нобелевской премии по литературе за 2023 год. И после того, как произошло торжественное награждение в декабре, да, в день смерти Нобеля, Альфреда Нобеля, торжественный ужин, и есть такая давняя традиция для всех лауреатов оставить автограф на стуле в ресторане Нобелевского музея. Уважаемые коллеги, и лауреат Нобелевской премии по литературе, когда расписывается на стуле, делает ошибку в слове «литература». По-норвежски она пишется с двойным «Т» в первом варианте, он пишет ее с одним «Т», как вы видите на фотографии внизу. Конечно, это сразу привлекло внимание всех журналистов. Юн Фассе признал свою ошибку, говорит, да, я ошибся, но вы знаете, я так много говорю на английском языке и так много веду переписку, что да, это простая описка, и я готов с этим жить дальше. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу подчеркнуть, что все могут ошибаться, главное не бояться, признавать свои ошибки, совершенствовать свои знания и продолжать учиться. И я с большим удовольствием хочу передать слово Юлии Валентиновне Шапира, которая разберет ситуацию с трудным пациентом. Здравствуйте, уважаемые коллеги, всем доброго субботнего дня, надеюсь, что вы отдыхаете и за чашечкой кофе приобщаетесь к проекту «Культурный код». Мы сегодня с вами продолжим разговор о трудных пациентах и рассмотрим сегодня два типа, которые, правда, не очень просты для работы врача. И первый тип, о котором я буду говорить, это пациент со сниженной интеллектуальной функцией. Не могу сказать, что с удовольствием, наблюдая и слушая рассказы Татьяны Алексеевны об искусстве, я решила сегодня немножко пошавить, поэтому те картинки, которые будут сопровождать мою презентацию, рисовал искусственный интеллект. Ну вот так я решила поразвлекаться и вас немного поразвлекать. Заодно оцениваем, насколько все-таки отличается то, что произвел создатель, художник, творец от того, что нарисовала бездушная машина. Ну, на мой взгляд, я выбираю все-таки искусство. Тем не менее, мы говорим о пациенте со сниженной интеллектуальной функцией. Безусловно, речь идет о том человеке, который вменяем по всем юридическим параметрам, самостоятельно живет, самостоятельно себя обслуживает, самостоятельно может принимать какие-то решения, потому что в противном случае с этим пациентом вы не можете достигать договоренности, и вам нужен так называемый ответственный взрослый. Так как мы говорим, так же, как в работе педиатров, извините, слайд, переключила, так же, как в работе педиатров, мы будем обращаться к ответственному взрослому. Так же, если мы имеем на приеме человека, который не в состоянии принимать решения, здесь мы не говорим о договоренностях. Поэтому пациент со сниженной интеллектуальной функцией, это условные задержки, это развитие, которые задержались на всю жизнь, это может быть начало деменции, это могут быть последствия каких-либо травм, сейчас говорят о постковидной глупости, уж не знаю, насколько можно об этом говорить, но тем не менее, это пациент, которому, естественно, труднее воспринимать, труднее запоминать информацию, труднее принимать решения, и значительно труднее нести за них ответственность. Вот, собственно, этими сложностями мы будем руководствоваться для того, чтобы выстроить взаимоотношения с этим пациентом и все-таки достичь успеха. Итак, тактики взаимодействия. Понятно, что раз пациенту тяжело понимать, то темп речи следует замедлить, и здесь мы будем использовать более короткие предложения, более короткие слова, делать паузы между предложениями, чтобы снять обратную связь, в том числе в виде невербального рисунка, потому что, ну, видно обычно по человеку, насколько он в контексте, насколько он понимает то, что сейчас происходит. И так-то мы говорим, что во врачебной практике очень важен навык врача переводить с профессионального языка на общечеловеческий, да, то есть мы говорим о том, что используем терминологию не очень желательно в контакте с пациентом, нежелательно, да, скажем, по примеру, если вы используете терминологию, то ее нужно разъяснить. Вот в контакте с таким пациентом важно помнить, что терминология вообще не слышится, то есть здесь перевод сразу должен осуществляться, да, минус любая терминология, все говорим максимально простым языком, да, ну, по сути дела, мы говорим о том, что объяснить надо несведущему ребенку. очень важный момент, и я написала об этом, не повышайте голос, это известная психологическая штука, которую можно наблюдать даже в диалогах, когда человек, например, будучи в другой стране, не владея иностранным языком, пытается объяснить что-то, и очень желая быть понятым, форсирует голос и начинает на повышенных тонах что-то разъяснять. Для вот такого рода пациентов, для пожилых, например, людей, я встречалась в своей практике и жалобы в том числе видела от родственников пациента, врач очень желая быть понятым, форсирует голос, выглядит, конечно, ужасно некрасиво, пациент замыкается и уходит из контакта, фактически становясь недоступным к формированию комплайнса. И здесь очень хорошо зайдут любые невербальные методы коммуникации, можно показывать пациенту рисунки, можно показывать на игрушках, на каких-то фигурках, если они у вас есть в кабинете. Отлично будут работать любые плакаты, наглядные пособия и т.д. Слушайте, замечательно использовать видео, если у вас есть. Я обрела уже коллекцию для себя, потому что иногда это гораздо быстрее приводит к пониманию, чем объяснение на пальцах. Прекрасно работает показать на себе, предложить пациенту повторить, предложить показать прямо здесь, как он будет делать ту или иную процедуру для себя дома, то есть максимально материализовать то, что вы обсуждаете прямо здесь в кабинете. Потому что наглядно-образно работает гораздо больше, чем то, что мы вербально передали человеку. Что важно помнить, и так-то пациент, любой пациент на осмотре напрягается, тревожится. Это тот момент, когда человек испытывает стыд, естественно, и совершенно, потому что посторонний человек сейчас к нему прикасается, вторгая все его личные, физические границы. Он испытывает страх, как в целом пациент испытывает страх на приеме. И с такими людьми принцип «сначала говорю, потом делаю» он первичен. То есть сначала вы проговариваете любое действие, которое вы собираетесь делать, и только потом, спрося разрешение начать, прикасаетесь к этому пациенту. Именно потому, что тревога у них зачастую повышенная. Потому что, ну, представьте себя, когда вы живете в мире, который не очень-то понимаете, вы отстаете от него по темпу, вы многое забываете. Вот эти вещи очень важно учитывать. Принцип «сначала делаю, потом говорю». И, безусловно, мы всегда оставляем за пациентом право сказать «нет», право отказаться от той или иной манипуляции, право отказаться, в том числе, от осмотра. Безусловно разъяснять, безусловно аргументировать. Но вот этот акт уважения, он, в общем, должен оставаться всегда как часть возможностей. Когда вы делаете назначение и разъясняете дальнейшую тактику лечения, потратьте силы, помогите пациенту понять большим разъяснением, что и зачем вы назначаете, какого эффекта ему ждать, и по возможности вложитесь немножечко в то, чтобы помочь пациенту установить контроль над их выполнением. Если в рядовом, в штатном случае, мы считаем, что взрослый пациент, он сам себе ответственный, взрослый, он сам найдет способ, как организовать свою жизнь, чтобы не забывать принимать лекарства по утрам, или не забывать принимать его три раза в день, или не забывать, я не знаю, утром таблетки, вечером капли и так далее. А то в данном случае очень здорово, если вы это сделаете вместе с пациентом. Здесь на помощь придут. Ну, кстати, честно, всем рекомендую освоить, потому что это то, что, может быть, когда-то в старости понадобится нам. Я это лично, сама успешно практикую в отношениях, например, с собственной мамой. Напоминание на телефоне это просто вот отличная штука. Слушайте, мы все сейчас пользуемся спартфонами той или иной степени сложности, и даже люди со сниженной интеллектуальной функцией, с технологическими достижениями совершенно не манкируют. Поэтому, если вы поможете, может быть, или укажете на какое-либо приложение, их сейчас масса, на самом деле, которые помогают организовать режим приема лекарств, режим выполнения каких-либо медицинских процедур назначения, это будет очень здорово. Иногда проще сделать это на бумажке, сформировать такой график приема лекарств, утром то-то-то, вечером то-то-то. Ну, и, может быть, вы тоже любите это так же, как я. Я очень люблю цветные текстовые делители и соответствующими цветами размечаю, или помогаю своим клиентам разметить, чтобы им было проще вспоминать. Слушайте, ну, как ни крути, мы реагируем на цвет, если у нас висит на холодильнике график приема лекарств, который еще помечен цветами, соответственно, наше внимание так или иначе будет туда приковываться с большей степенью вероятности. Да, это, безусловно, дополнительные затраты времени и сил, но по большому счету это можно сделать один раз и положить у себя в ящике стола распечатанные, например, вот такие таблички, да, либо там список предложений, чтобы если на прием у вас приходит такой человек, вы были бы просто к этому готовы. Очень важная вещь. Поддерживайте у пациента чувство собственного достоинства и независимости. Поверьте, социум ему неоднократно покажет, где он промахивается, отстает и не дотягивает. Каждый человек нуждается в уважении, поэтому говори такие фразы, как «Я уверен, что вы справитесь, я вижу, что вам это очень важно и мы найдем с вами способ, чтобы». Вот эти вещи, когда мы, по сути, передаем ответственности, говорим, что ты достаточно взрослый, ты достаточно сильный, чтобы это тянуть на себе, это те вещи, которые помогают развитию комплайенса, развитию приверженности пациента к лечению, естественно, побуждают его вкладывать больше усилий в то, чтобы выполнять ваше назначение. Не самый простой пациент, скажем так, и не самый сложный из тех, которые вам, нам встречаются в течение нашей профессиональной жизни. не знаю, кому как. Второй тип пациента, который я хочу сегодня рассмотреть, это пациент эрудит, мы бы его с вами, наверное, в частном взаимодействии бы то назвали «всезнайка». И первое, что здесь важно сделать, это управиться со своими эмоциями, потому что эти пациенты раздражают врачей, раздражают совершенно естественно, поскольку конкурируют с врачом, по большому счету, за позицию «кто здесь самый умный?». Коллеги, не ведитесь на это, пожалуйста, не вступайте в конфронтацию с пациентом, даже если с вашей точки зрения он несет полную ерунду, ну, вообще, такое может случиться. Давайте подумаем, почему пациент делает это, почему он шерстит интернет лихорадочно, почему он выслушивает соседа подачи, которые там корешком репейника вылечили все возможные болезни, до которых дотянулись, почему он говорит о том, что где-то там в далеком Китае научились выращивать, это просто живой киск, о котором я сейчас скажу, научились выращивать суставную ткань, поэтому не надо, конечно, делать эндопротезирование сустава. От чего пациент, что гонит пациента, от чего он это делает, какова его мотивация? Из страха, человек боится настолько, что он не может, у него есть трудности с тем, чтобы довериться врачу. Здесь, конечно, нужно очень много сил приложить, чтобы не конфронтировать, а наоборот, сделать пациента своим союзникам, показать ему, что выясним в одной лодке, выясним в одной команде, выясним на одной стороне. Как это сделать? Похвалите пациента, скажите ему, здорово, как классно, что вы хотите узнать о той ситуации, в которой оказались, как можно больше. Это же прекрасно, когда человек стремится разобраться в том, что происходит. Мы сейчас с вами очень быстро найдем общий язык. Вот это очень важная штука для того, чтобы показать. Мы вместе, мы на одном берегу с тобой. И в те моменты, когда вы будете говорить, вы знаете, я как врач вижу ситуацию так, обосновывая свою позицию, очень хорошо будут работать конкретные факты, цифры, ссылки на авторитетные источники. И вот здесь, я сейчас скажу довольно неприятную вещь, очень хорошо бы понять, какие источники авторитетны для этого пациента, потому что, возможно, что там, я не знаю, слово «пабмет» он не слышал никогда в своей жизни. Ну, например, или там симпозиум такой-то, раз такой-то, он вообще не знает, что такое симпозиум и не стремится узнать. Тогда мы можем опереться на статистику и сказать, что, вы знаете, там в нашей стране вот с такого-то года или там, я не знаю, в Великобритании вот с такого-то века. То есть, опереться на что-то. Как мы узнаем о том, какие источники для пациента являются авторитетными? Ну, он нам расскажет. Он же говорлив, он с удовольствием нам расскажет, а вот там вот тетя Маня говорила, а откуда тетя Маня узнала? А у нее вот такой-то есть кейс, она обращалась к травнице. Если вы можете что-то сказать о том, что народная медицина, вообще-то говоря, совершенно не чурается традиционной и наоборот, что-то перенадо традиционной медициной от народной, то я думаю, вот эта связочка поможет пациенту стать чуть более лояльным к вам, чуть более открыться, да, чуть более начать доверять, и это будет еще микро-шажок к формированию его комплоентности. Очень непростой вопрос, а что делать, если пациент настаивает на использовании нетрадиционных методов лечения? Он хочет, ну ладно, если герудотерапию, а если что-то гораздо более серьезное, и то, что уведет его от основного протокола лечения? Коллеги, первое, что важно здесь сделать, это установить для себя самого границы приемлемости, ну то есть, условно говоря, пиявки, да, а там, я не знаю, народные заговоры, если нужно выйти ночью при луне куда-нибудь и прочитать что-нибудь, глядя на восток, ну вот это вот нет. С чем вы будете конфронтировать, чему вы будете оппонировать, потому что оппонировать тому, что пациенту не навредит, ну пусть он сделает это, да, там, некую процедуру, пусть он сходит, не знаю, получит какой-нибудь пакет с травами, хорошо бы понять с какими, да, чтобы они не навредили. У меня в голове сейчас прекрасный кейс, в котором я участвовала вместе с репродуктологом, когда пациент потерял беременность, очень сложно добываемую беременность, да, там очень сложно организуем мы ее, в общем, в течение большого количества времени, потому что воспользовалась нетрадиционными способами поддержки организма, да, как там говорят, иммунной системы поддержки, и, к сожалению, беременность прекратилась, это была трагедия, по большому счету. Вот здесь надо очень точно определить, на что можно закрыть глаза, ну пускай, да, в общем, это не навредит, а чему действительно надо оппонировать, и может быть, в какой-то момент, да, довольно жестко сказать, что я вам предлагаю сделать выбор, или мы с вами, да, сотрудничаем, и идем этим путем, или вы идете другим путем, но тогда, как врач, я не могу нести ответственность за то, что происходит. Знаете, это очень важный момент, чтобы вы не оказались в какой-то момент в ситуации, когда произошло, да, вот подобное, да, произошло, в общем, несчастье, произошло ухудшение ситуации, из-за того, на что вы повлиять не могли категорически, в остальном, да, если это что-то, на что можно закрыть глаза, то вы можете спокойно говорить, ну, не повредит, ну, в принципе, можете, да, я не уверена, что это будет иметь какой-то эффект, но, в принципе, да, если вы хотите, вы можете. Если это что-то, что с вашей точки зрения повредит, постарайтесь переубедить человека, аргументируя, почему нет, объясняя, что это не полезно, а скорее вредно, ну, и повторюсь еще раз, да, возможно, придется жестко поставить границу, если все-таки переубеждение не случится. Я желаю вам поменьше таких пациентов, и я надеюсь, что всеобщее просвещение все-таки победит дремучесть. На всем я раскланиваюсь, и передаю слово Татьяне Алексеевне. Евгения Валентиновна, спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. У нас осталась еще одна небольшая тема, это дивертикула и дивертикулярная болезнь. Тема, к которой наверняка мы будем обращаться в ближайшее время неоднократно, потому что уж слишком много новой информации к нам приходит именно касаемо этой проблематики. Но новое всегда нас окружает. Сейчас новое это то, что хватит использовать старое. Ну, в частности, есть прекрасные слова «мумия», «харлик», которые, кажется, скоро выйдут из нашего обихода. Первую волну запустили британские музеи, которые сказали, что нет, слово «мумия» использовать нельзя, оно тоже достаточно стигматизировано. Надо вместо «мумия» везде переписать этикетки и подписать мумифицированные останки, потому что все, что связано с древними культурами, с завоеваниями, с колониальной Англией. Это неправильно. Оно основано на расовом и расистском понимании мира. И мало того, что написать слово «мумифицированные останки», но еще указать, какому человеку они принадлежат, чтобы убрать вот этот образ мумии, как чего-то ужасного, страшного, бегающего с бинтами. Ну, подхватил идею музея «Прада», который на этикетках предложил заменить слово «карлик» и «инвалид», чтобы работы соответствовали испанским законам о людях с ограниченными возможностями. Ну, до этикеток пока не дошло, пока только в каталогах меняют. Потому что правильно сегодня говорить не карлик, а человек, страдающий дворфизмом. Почему Испания запустила эту волну, и это все понятно, да, но я напоминаю, Диего Веласкас, да и вообще вся испанская, наверное, культура, она основана на карликах, шутах, диссертации на эту тему пишется, ну и, например, самая, наверное, известная картина Диего Веласкса «Менины». Ну, теперь придется, наверное, сложно. Итак, уважаемые коллеги, наверное, у вас возникла мысль, что, ну, вот там на Западе совсем заелись, ушли там в супертолерантность, но, наверное, я позволю не согласиться, я стою на стороне как раз изменения речевых подходов, потому что язык меняется, и те слова, которые, возможно, использовал даже Пушкин в начале XVIII века, они сейчас уже воспринимаются как дикие и где-то даже оскорбительные, а одна из задач искусства это как раз снести что-то светлое, доброе, человеческое, да, и связанное с культурой. Итак, мы говорим сегодня про дивертикулярную болезнь, здесь тоже происходит много нового и в том числе в терминологии, огромное количество гайдлайнов, у нас есть клинические рекомендации Минздрава, у нас есть клинические рекомендации, которые приняты на Национальном Конгрессе терапевтом съездом научного общества гастроэнтеролога в России и общество гастроэнтеролога и гипотолога в Северо-Западе там принимало участие, ну и каждая из стран, да, вот Британия, Найс, Америка, Ага, Американская гастроэнтерологическая ассоциация, ну и общая ассоциация европейских коллапрактологов также внесли свою лепту в понятии, да, тактики подходов введения дивертикулярной болезни. Гайдлайнов много, но проблема-то одна и та же, которая появилась тогда, когда появились, наверное, первые гайдлайны, но стала анализироваться только в конце XX века. что врачи не соблюдают гайдлайны. В 99-м году речь еще шла о том, что, ну, интернета не было, не так быстро распространялись знания, поэтому проблема номер один это недостаточная была осведомленность, ну, а потом уже все остальное, низкая вера в результат, недостаточная поддержка в окружении, там, коллега не пользуется, ну, и я не буду, ну, и так далее. Что сегодня? Сегодня, конечно, на первом месте 70% врачей говорит, что у них не хватает времени из-за рабочей нагрузки. Кто-то говорит, у вас тексты слишком сложные и большие, есть подозрения на конфликт интересов, не указанный, да, но, тем не менее, возможный, что идет лоббирование каких-то подходов, кто-то беспокоится в том числе и о финансах пациента, это называется «залезь в чужой карман», есть опасения, что гайдлайны не персонализированы, да, а все помнят, что у нас медицина 4П, но, я бы обратила внимание ваше и на последний пункт инертность и апатия врачей, где-то в том числе, да, вот это профессиональное подгорание, которое также способствует нежеланию читать профессиональную литературу. Если мы не знаем гайдлайны, скорее всего, мы чаще будем ошибаться, и это не наша только проблема. На европейской гастронеделе на регулярной основе в портфель участника всегда входит брошюра, она же есть и в онлайн-варианте, которая так и называется «Ошибки в…» Ну и буклет подписан тот год, который сейчас данный, собственно говоря, прошел. ошибки бывают разные, начинали все с достаточно стандартных, там тактика ведения пациентов с ГЭРБ, подходы к диетотерапии пациентов с ВЗК, сейчас уже перешли на, мне кажется, очень высокие материи, ошибки врача в написании научных статей. Ну, мне кажется, не всем это будет актуально. Итак, одна из статей называется «Ошибки в тактике ведения пациентов с дивертикулярной болезнью» и «Мистейк номер 1» это неправильная терминология. Европейские наши коллеги хотят отойти от понятия дивертикулярная болезнь, от понятия симптоматической неосложненной дивертикулярной болезни, а использовать термин дивертикулез, если речь идет о бессимптомном проявлениях, ну, просто наличии дивертикул в кишке, или острого дивертикулита, который бывает неосложненный или осложненный. Уважаемые коллеги, эта классификация не принята в Российской Федерации, да и вообще никакой универсальной классификации не существует, если вы посмотрите по всем гайдлайнам, каждый предлагает что-то свое. Наша классификация, которая разработана Ассоциацией коллапрактологов России, экспертами Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российским обществом-хирургом, подразумевает деление дивертикулярной болезни на бессимптомную форму, на неосложненную форму и на осложненную. Да, где-то мы можем провести соответствие с модифицированной классификацией хинчи острого дивертикулита. Но с чем согласны все? С делением на восточный и западный тип болезни. Западный тип подразумевает наличие дивертикулов и проблемы в левых отделах нисходящим, но чаще всего это, конечно, сигмовидная кишка. Соответственно, восточный тип это дивертикулы, которые располагаются даже могут в слепой кишке. Достаточно часто осложняется по сравнению с западным типом кровотечением и по структуре эти дивертикулы обычно истинные. Мы относимся Российской Федерации к западному типу. Очень редко дивертикулы встречаются в слепой и прямой кишке. Что еще мы обычно обсуждаем и с пациентом, и рассматривая проблему дивертикулярной болезни, это факторы риска и определенные аспекты эпидемиологии. Очень много разноплановой информации по поводу количества красного мяса и жира в диете. Наверное, сейчас мы больше говорим о негативном влиянии на рост полипов, аденоматозных полипов, в том числе и колоректального рака. Причем, вне зависимости от вида мяса, тут главное не переборщить, не больше 70 грамм красного мяса два раза в неделю. А вот на дивертикулы исследования были, но уже не все так однозначно. Ожирение, да, сниженная двигательная активность, да. Мы обращаем у пациентов внимание на дефекты структуры соединительной ткани, синдром морфана, это то, что визуально можно, без каких-то дополнительных исследований. Синдром Энлоса-Донло или Донлоса, это тоже легко, пример на картинке, но это как раз те пациенты, которые легко садятся в шпагат, без предварительной растяжки, закручивают по разному пальцу, ну и вот такая у них растянутая кожа. Ну и если поликистоз почек, это тоже рассматривается как один из факторов, способствующий развитию дивертикулярной болезни. Курение, прием лекарственных препаратов, прежде всего группы НПВС, парацетамол, сниженное количество пищевых волокон, ну про ожирение мы уже говорили. Бывают ситуации, где дополнительно стоит подумать, а не надо ли сделать колоноскопию. Если пациент в ходе стандартного обследования сходил на УЗИ, и у него выявлена желчнокаменная болезнь, сходил на ФГДС и возможно даже сделал потом рентген для подтверждения диагноза грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, наверное следующим диагностическим шагом у меня было бы по крайней мере отправление на колоноскопию, потому что с большой вероятностью речь может пойти о метаболической триаде Сейнта, африканский доктор, который писал ее еще в середине прошлого века о сочетании более частых вот этих трех состояний. Что еще из нового, измененного? Теперь мы уже не ждем дивертикулит только у пожилых людей. Начинает распространение среди молодых пациентов, как, наверное, и другие кишечные заболевания, про колоректальный рак мы уже то же самое говорим, что скрининг сорок пять это старые пятьдесят. И заболеваемость в возрасте в декаду четвертую и пятую увеличилась на сто тридцать два процента. Итак, уважаемые коллеги, все меняется. Иногда это вызывает определенный уровень тревоги. И хочется знать, что есть в жизни какие-то якоря, где все стабильно. Я не могу, наверное, в рамках своей передачи не говорить о городе, который я очень люблю. Я счастлива, что я в нем живу, и я всегда, наверное, буду всех приглашать и буду рада, если кто-то испытает те же эмоции от прогулки по Невскому проспекту и по каким-то местам Санкт-Петербурга, как и я, в том числе благодаря нашей передаче. Итак, коллеги, если вы задумались о поездке в Санкт-Петербург, и возможно, это будет ваша первая поездка, ну или не первая, но вы уже прошлись по традиционным экскурсионным местам, я обращаю ваше внимание на книгу, которая на самом деле не существует, она есть только в названии, называется «Красная книга Санкт-Петербурга», и никакого отношения к исчезающим видам флоры и фауны она не имеет. Это «Красная книга знаковых мест». Разработана она была под эгидой и с подачи правительства Санкт-Петербурга более 10 лет назад, когда возникли ситуации, что значимые места нашего города, которые создают в том числе такой духовный облик, или есть еще такое латинское выражение, обладают гением места, гениус лоци, они стали исчезать. Ну то есть там в книжном открывается супермаркет или торговые центры, а это книжные, которым там 200 лет, ну и вот сейчас в эту красную книгу входит согласованно 16 мест и одно из них это пышечное. Пышечное крыто на Большой Морской с 1958 года. Секрет пышек это рецепт номер 1095 из советского сборника рецептуры блюд и кулинарных изделий для предприятий общепита. Все стоит дешевле 50 рублей, там же вы попробуете кофе на сгущенке и это место, где встречаются все бомонт, студенты, элита, ну и мне очень приятно, да, что это как раз еще одно из мест, которое возможно заставит вас все-таки говорить слово пышка, а не пончик, кура, а не курица, греча, а не гречка, да, или там булка, или парадная, а не подъезд и батон. Итак, уважаемые коллеги, есть в нашей жизни все-таки что-то стабильное, ну, а мы продолжаем говорить про дивертикулярную болезнь. Если говорить о клинических каких-то проявлениях, то патогномоничных синдромов нет. Вот давайте представим, что к вам пришел на прием пациент, и он жалуется. Вздутие живота, газообразование, стул неустойчивый, нерегулярный, то запоры, то поносы, боли в животе, чувство тяжести внизу живота, а при этом все лабораторные анализы в норме. Что я имею в виду? Ну, например, уровень кальпротоксина, ЦРБ, ну, программу мы не сдаем, да, ну, по крайней мере, я не назначаю. Итак, вот какие первые мысли пришли к вам в голову? Ну, вот у меня явная конкуренция с синдромом разоруженного кишечника, а не только, да, неосложненная там дивертикулярная болезнь. Наверное, я еще и возраст приму во внимание, но мы только что сказали, что, может быть, и не важно. Коллеги, действительно, очень сложно дифференцировать только по симптамам. Более того, продолжается дискуссия, такие высоконаучные на тему, а могут ли вообще быть у пациента два диагноза, так называемая chicken and egg пробл, дилемма, что было первично, яйцо или курица, потому что есть две идеи, что длительно существующий СРК приводит к формированию дивертикулов, ну, например, СРК на фоне запоров, или неосложненная форма дивертикулярной болезни, это СРК на фоне дивертикулеза, ну, а есть такие более радикальные, которые говорят, что нет, наличие дивертикулов исключает диагноз СРК, потому что это органика, это функционал. Уважаемые коллеги, мы обязательно на эту тему поговорим, может ли быть овалайп-синдром у одного пациента органики, например, воспалительных заболеваний кишечника и функционала синдрома раздраженной кишки буквально через несколько, по-моему, в конце марта через несколько наших эфиров. Итак, вопрос, который озвучен на слайде, до сих пор не решен. И, конечно, идет поиск каких-то биомаркеров, которые бы смогли подтвердить клинический диагноз, вообще оценить тяжесть заболевания и мониторинга. На сегодня в качестве таких биомаркеров выступает ЦРБ с высоким его значением, что значит высокие, более 100. Это наиболее значимый предиктор тяжелых осложнений у пациентов с острым дивертикулитом, а если больше 200, скорее всего, это уже не наш пациент, неплохо бы отдать его хирургам, указывает на осложнение формирования абсцесса или, возможно, уже перфорации с перитонитом. И уровень фекального кальпротектина, который очень полезен в том числе и для оценки эффективности терапии. Здесь важна даже не столько нормализация, а хотя бы тренд на снижение, в то время как те же значения или рост говорят о неэффективности терапии. Что касается диагностики, помимо клинической картины, как мы сказали, каких-то подгономоничных симптомов нет, наша задача выявить alarm symptoms, red flags или тревожные симптомы, сухость во рту, рвота, приступ выраженная, просто приступообразная или постоянная боль в животе и повышение температуры от субфибрильных до фибрильных цифр. Мы уже озвучили, что в качестве лабораторных биомаркеров рассматривается кальпротектин, цирреактивный белок, мы оцениваем уровень показателей воспаления сои, лейкоциты, прокальцитонин, если идет речь о осложненной форме до начала антибиотикотерапии. Ну и метод визуализации. Минздравовские рекомендации на первое место всем пациентам поставили УЗИ как наиболее простой и доступный метод, но правда оговорившись, что все-таки он достаточно оператор чувствительный и было бы неплохо, чтобы все-таки тот специалист, которому вы посылаете, имел опыт работы с данной патологией. КТ, колоноскопия не всегда не у всех и прежде всего для проведения дифференциального диагноза. По клинической картине и лабораторным данным чувствительность до 70% и положительная прогностическая ценность 65%. Уважаемые коллеги, будем считать, что диагноз мы поставили. Например, у нас есть прекрасный УЗИ-специалист или мы отправили пациента на КТ. В плане лечения подход будет индивидуальный в зависимости от формы, характера и наличия осложнений. Если у пациента неосложненная форма, то лечим амбулаторно. Кто лечит? Это как у вас заведено. Это может быть или врач-колопрактолог, или врач-гастроэнтеролог. Если речь идет об острых воспалительных осложнениях, то, конечно, они требуют госпитализации в хирургический или профильный колопрактологический стационар. Там тоже под свой контроль возьмет врач-гастроэнтеролог, колопрактолог или врач-хирург. Если же речь идет о выявлении дивертикулов во время колоноскопии, но без клинических проявлений, это значит бессимптомная форма дивертикулярной болезни. Никакого медикаментозного лечения она не требует. Здесь основной акцент на профилактику. Как всегда, мы обсуждаем образ жизни, есть прямая связь с физической активностью, хотя бы для укрепления мышечного аппарата, исключить курение, сбалансированная диета. Отдельно подчеркивается, раньше был даже какой-то миф, но он очень стойкий, что нужно избегать семян, орехов, кукурузы, кожуры, фруктов, что все это даже где-то царапает слизистую кишечника, может застревать в дивертикулах, вызывая дополнительное воспаление. Уже нет, поверьте, все то, что доходит до толстой кишки, оно уже в таком переваренном виде, и если оно не повредило слизистую оболочку вашего рта, вообще-то слизь в кишечнике толще, она даже двуслойная, в отличие от желудка и тонкой кишки, но образована еще благодаря работе микрофлоры. Нормализация индекса массы тела, при необходимости коррекция запора, ну и чаще всего опять же мы начинаем с пищевых волокон, затем переходим на астматические слабительные, это препараты первой линии. Что указано в рекомендациях Минздрава, о том, что растительные в клетчатке в рационе должно быть не менее 25 грамм в сутки, ну и мы уже отдельно касались вопроса, что ну не надо ограничивать, наверное, значимо жиры и красное мясо. Роль алкоголя, кофеина и озвученных орехов негативная роль имеется в виду недоказанная. Итак, как вы услышали, одним из важных пунктов это достаточное потребление фруктов и овощей, почему? Потому что дефицит пищевых волокон это фактор риска развития дивертикулярной болезни. Крупнейшее исследование 47 тысяч человек наблюдали более 11 лет. Оказалось, были вегетарианцы и мясоеды. У вегетарианцев риск дивертикулярной болезни на 31% ниже, чем у невегетарианцев. Ну, там есть свои сложности, другие, мы про это поговорим буквально через один семинар. Да, наиболее популярные диеты, какие у них плюсы и минусы. И еще один вывод, что дефицит пищевых волокон это фактор риска госпитализации или смерти от дивертикулярной болезни. Поэтому, уважаемые коллеги, 41% это значимые цифры, пищевые волокна нам нужны. Но есть маленькая проблема. легко говорить, употреблять фрукты и овощи, 25 грамм, но ведь наше питание кардинально изменилось, причем оно не успевает за изменениями в геноме, геном тоже меняется, правда, там 0,5% за 1 миллион лет, и он не менялся последние 50 тысяч лет, а наша пища драматично изменилась за 50-70 лет. Найдено более 500 новых химических веществ, появились новые термины фастфуд, джанкфуд, мы стали употреблять маргарины, большое количество углеводов при тотальном дефиците белка и повсеместный дефицит клетчатки. На сегодня можно сказать, что мы едим вкус, и вкусы тоже меняются, причем в прямом значении, да, вкус как восприятие. Раньше нас на уроках физиологии учили о том, что есть 4 основных вкуса, ну и соответственно 5 видов сосочков языка, каждый из которых отвечает за восприятие чего-то своего. Основные вкусы были горький, кислый, соленый, сладкий. В 1908 году впервые был описан вкус умами или вкус высокобелковых веществ, ну по-простому это вкус глутамата натрия. Сосочки, которые воспринимают умами, распространены, это рецепторы метаботропные, глутаматные рецепторы и вкусовые рецепторы первого типа Т1Р1 по всей поверхности языка. Глутамат натрия содержится как естественный компонент в очень много привычных нам продуктах питания, морепродукты, ветчина, спелые томаты. Считается, что если взять настоящий бакинский помидор, 30 раз его прожевать, и вот то послевкусие, которое останется, оно легкое, но длительное. Это и есть послевкусие глутамата натрия. ферментированная пища содержит естественный глутамат, сыр ракфор, все сыры с белой плесенью, соевый соус, и нам этот вкус нравится. Я как раз перечислила все те продукты питания, к которым редко кто относится нейтрально. То есть, если человек уже любит сыр ракфор, но он его любит, или соевый соус, на него легко подсаживается. Но, коллеги, есть сейчас новые претенденты на вкусы. Это вкус крахмалистого, пытаются найти опять же, отдельный рецепторный аппарат, вкус жирного. Ну, а в журнале Nature в декабре прошлого года была опубликована статья, которая привлекла мое внимание о том, что наиболее реальным кандидатом на введение в официальную классификацию вкуса это вкус хлорида аммония. Аммоний очень широко распространен в природе. И опять же, это одна из защитных реакций. например, для птиц аммоний содержится в продуктах гниения, разложения, в помете. Ну, и чтобы птичка нечаянно не съела чужой помет, она издалека воспринимает вкус хлорида аммония. А рыбки не воспринимают. Как мы можем почувствовать вкус хлорида аммония? Очень просто. Это вкус соленых лакричных конфет. Это второе неофициальное его название. Уважаемые коллеги, я подчеркиваю, что именно соленых лакричных конфет. Потому что есть кондитерское изделие, просто конфеты с лакрицей. С лакрицей там глицеридиновая кислота. Никакого отношения к данному вкусу оно не имеет. И все люди генетически делятся на тех, которым этот вкус очень нравится, и на оставшихся, куда вхожу я, потому что я испытываю непреодолимое отвращение от конфет, которые раньше продавались в Финляндии, сейчас продаются везде, они только вид у меня вызывают мурашки неприятные по телу. Будем считать, что у меня развита защитная реакция на продукты гниения. Итак, коллеги, мы едим вкус, вкусы расширяются, и к чему привела наш геномистический подход к питанию. помимо того, что мы стали есть больше, мы стали есть больше рафинированной пищи, и существует прямая взаимосвязь между количеством сахара, которое мы потребляем, и уменьшением количества пищевых волокон в питании. Для сравнения, график, мне кажется, очень наглядный, в середине 19 века на человека сахара съедалось на одну душу 2 килограмма, в 2000-е мы съедаем 37 килограмм за год, причем даже иногда не замечая этого, где же нам взять пищевые волокна. Наиболее легкий путь, это, конечно, наиболее физиологически и правильный, это использовать определенные продукты питания. Но, коллеги, чтобы набрать нужные 25, а по некоторым гайдлайнам 30 грамм пищевых волокон, надо очень постараться съесть килограмм яблок, закусить черносливом, фасолью одной чашкой, то это только будет 13 грамм, арахис закинуть, ну и так далее, и так далее. Причем нужно понимать, что, скорее всего, может произойти усугубление вздутия живота и болей в живота. Поэтому в гайдлайнах озвучивается подход, который я взяла, цитировала с up to date, добавление псиллиума, то есть пищевое волокно дополнительно к пище минимум побочных эффектов можно использовать отдельно или в сочетании с увеличением количества простых пищевых волокон, я напоминаю, что делятся на растворимые и нерастворимые. В нашем арсенале есть псиллиум как лекарственный препарат, мукофальк так зарегистрирован. И что значит лекарственный препарат? Это значит, что это строгий фармацевтический контроль качества, это сырье, которое используется в составе проверено всеми возможными методами, в том числе прошло через строгие требования фармацевтического контроля качества Евросоюза, прошла проверка на зараженность вредителями, на микробиологическую частоту, на содержание тяжелых металлов и радионуклидов. И мукофалька это препарат многоцелевой терапии. Сегодня мы говорим о вертикулярной болезни, о том, что это базовое средство для перифилактики, но есть и мы уже озвучивали и в рамках своего проекта об использовании мукофалька у пациентов с ожирением, работы о том, что гипохолестеринемия на фоне приема от трех пакетиков, коррекция запоров и даже снижает глюкозу у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Из дополнительных важных бонусов мукофальк уменьшает вызванное другими пищевыми волокнами газообразованием. Пищевые волокна бывают разные, поэтому мы можем использовать в том числе мукофальк как такая альтернатива лоуфудмап, потому что он тоже уменьшает газообразование, не нарушает микробиоту, лоуфудмап, мы опять же возвращаемся по кругу, что мы все привыкли к хорошей жизни и не готовы что-то делать, что дополнительно тратит наше время. Итак, уважаемые коллеги, мы разобрались с профилактическим подходом. Если речь идет о неосложненной дивертикулярной болезни, наша цель это снизить интенсивность, чистоту симптомов и, конечно, профилактировать осложнений. Тактика очень похожа на лечение при синдроме раздраженного кишечника. Наибольшая доказательная база по рефоксимину альфа и по месолазину, препарат 5-амино-салициловой кислоты, мы в своей практике используем солофальк. И этот же подход озвучен и в клинических рекомендациях Ассоциации коллапрактологов России и экспертов Российской гастроэнтологической ассоциации. Это наибольшая доказательная база. Меньше данных пока по пищевым волокнам и по пробиотикам. Но такой, наверное, разумный подход это совместное применение, чтобы получить большую эффективность. Уважаемые коллеги, мы с вами заканчиваем такой обзор легкий по теме зеверкулярной болезни. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели на одну из самых известных картин Петра Пауля Рубенса «Пир богов на Олимпе». Ее впервые обнаружили после войны. Она пропадала в Праге в 1960 году. И когда атрибутировали, да, что это Рубенс, но не могли понять, а в каком же году она была нарисована. как вы видите, здесь очень много разных богов. Помогли наши коллеги, которые занимались изучением небесных светил, и они сказали, что все очень просто. Здесь же изображены боги Венера, Марс, есть отсылка к водолею, к рыбам, и расположены они ровно в той последовательности, в которой выстроились планеты на небе в 1602 году в день зимнего равностояния. Поэтому, солнцестояние, извините, поэтому, уважаемые коллеги, не бойтесь привлекать смешных специалистов в тактику лечения дивертикулярной болезни. И прежде всего, конечно, речь идет о хирургов, если у вас есть хоть малейшее подозрение на осложненное течение. Уважаемые коллеги, традиционно в конце я анонсирую следующую передачу. Она пройдет буквально уже через 4 дня в этот четверг 15 февраля в традиционное вечернее время для рабочих дней это 20 часов. Необходима регистрация. Мы будем разбирать вопросы, связанные с ингибитором протонной помпы. С одной стороны, это самые популярные для приема препаратов гастроэнтерология. Но, с другой стороны, есть ситуации, когда мы должны задуматься об их отмене, обязательной отмене, или хотя бы не назначение, о побочных действиях и использовать возможную терапию прикрытия, а также рассмотрим все ятрогенные поражения. И в качестве эксперта выступит директор института профессионального образования, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренней болезни Ших Евгения Валерьевна. Она признанный эксперт в нашей стране по всему, что связано с витаминно-минеральными добавками, как минимум, и в том числе подходы к приему биологически активных добавок. Поэтому, уважаемые коллеги, копите вопросы, спрашивайте. Я думаю, вы будете удовлетворены ответами, ну или, как минимум, лекцией Евгении Валерьевны. Ну а через несколько секунд мы будем готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте еще раз. Так, вижу, да, вопрос от Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, спасибо, что вы с нами. Я запомнила, вы были в прошлый раз. Есть ли определенные сроки проведения контрольного ФГДС при гиперпластических полипов, контроль динамики после успешной эрадикации хеликобактер пилори? Спасибо за лекцию. Сергей Николаевич, ну, я озвучила, что есть небольшое изменение в тактике, которое зависит от того, собственно говоря, что пришло у вас по биопсии. И, наверное, можно в том числе в случае каких-то сомнений ориентироваться на гайдлайны МАПС, которые говорят, что мы ориентируемся на наличие дисплазии. Это могут быть сроки от 6 месяцев до через 3 года. Сергей Александрович, мы попытались ответить на ваш вопрос, ну, и вот собрав мнение общее, да, в нашей практике мы не используем классификацию урозимных поражений, но не то, что мы эндоскописты наши, нам не предоставляют такой данной. Елена Ильинична спрашивает... Это мой похожий вопрос, да, Елена Ильинична спрашивает, если я верно поняла, Елена Ильинична, ваш пациент, будучи доктором технических наук, берет на себя функцию самостоятельной корректировки терапии как по дозам, так и по группам препаратов. Что бы я сделала первым ходом? Я бы выяснила, что его заставляет это делать, потому что он доктор все-таки технических наук, но не врач, и, соответственно, все стандартные заблуждения, которые мы носим в себе, да, люди, которые не врачи, обыватели, у него наверняка тоже присутствуют, не помогают, или хочу дать печени отдохнуть, ну, знаете, это классическая обывательская история, или, ну, с давлением, да, наверное, каждый встречался, и так уже все хорошо, зачем принимать? Выясните, пожалуйста, причину, тогда можно будет работать с причиной, или ему, ну, тут условно говоря, собственный опыт, почувствовал себя лучше, отказался, соседка сказала, это совершенно другая работа, тогда надо аргументировать, что соседка, в общем, не является экспертом, а экспертом являются. Если он доктор технических наук, опираться на научные же выкладки только в вашей сфере будет очень хорошо. Ну, и, честно говоря, я бы пыталась зайти через образ, потому что, как показывает практика, почему-то это прекрасно заходит, да, через метафору. Я бы, например, сказала, что, вы знаете, мне мой механик рекомендует заливать в машину вот такое-то масло и такой-то антифриз, но мне этот антифриз по цвету не нравится, я залила вместо оранжевого-зеленого, скажите, а почему у меня машина встала? И тогда вы пытаетесь донести в метафорической форме, что на то мы и обращаемся к специалистам, чтобы заливать именно тот антифриз, для которого установка будет работать нормально. Удача это непростая история, я уверена, что вы справитесь. Спасибо, Елена Валентиновна. Луиза Хамзатовна спрашивает, если при осложненном дивертикулите противопоказана колоноскопия, как мы предварительно поймем, что это дивертикулит, а не в ЗК? Я попыталась озвучить, что есть определенная тактика среди диагностических процедур, мы можем начинать с УЗИ. И если у вас специалист достаточной квалификации, он уже вам по сути сможет дать вектор на диагноз. Любовь Михайловна спрашивает, то есть, можно ли есть мак-конжук? Любовь Михайловна, можно, очень даже можно, и семена чия, можно, и кожуру, ну и там, что вы еще хотите. Пожалуйста, не ограничивайте ни свой рацион, ни рацион своих пациентов, если, конечно, идет речь в рамках ЗОЖ и ППП-подходов. И Любовь Михайловна спрашивает, что такое 25 грамм волокон, как рассчитать? Говорили, что надо съедать 500-600 грамм овощей и фруктов. Любовь Михайловна, английские ученые сказали, я полностью с вами согласна, ну мы опираемся на мнение экспертов ВОЗ, которые говорят по все-таки 400 грамм или 5 порт причем сюда не входят крахмалистые овощи, то есть картошка за порцию не считается. Считается морковка, огурец, помидор, если это ягоды, это полстакана ягод, если это яблоко, это одно яблоко. Вот это, я сейчас озвучила одну порцию. Ну а по поводу 25 грамм, ну я приводила слайды, да, вот там, где был up-to-date и было показано, что, ну достаточно сложно, наверное, только человеку, который питается и перешел на палеодиету или аутоиммунный протокол и питается как в каменном веке, реально, да, набрать не только 25 грамм, а там было и 100 грамм в сутки. Но не забываем про побочные действия. Антон Алексеевич, спасибо. Елена Александровна спрашивает, планируется ли лекция по полипам толстого кишечника? Елена Александровна, на следующее полугодие, в этом году не получилось. Мария Александровна спрашивает, ваше отношение к псиллиуме фирмы Солгар. Можно ли заменить мукофальк для профилактики? Спасибо, Мария Александровна за отзыв. Значит, в целом, мое отношение к фирме Солгар крайне положительное. Я доверяю этому производителю. Для меня значимо, что более 75 лет они на рынке. Я знаю, что у них есть псиллиум отдельный, но все-таки это биологически активная добавка. Если у меня есть возможность выбрать лекарственный препарат мукофальк или любой другой БАД, я сделаю пользу оригинального препарата. Так, сейчас. Закрычу лучше листиком. Да, я научилась. По симптомам, которые вы привели при неосложненной индиверклянной болезни, необходимо ли назначить сразу колоноскопию или можно пока наблюдать и лечить? Татьяна Ивановна, ни в наших гайдлайнах, ни в европейских гайдлайнах, ну вот этих всех тех, да, и Американского колледжа гастроэнтрологов, и Ага. Нет обязательного назначения колоноскопию мы можем полечить. Более того, я вам скажу, что и антибиотики не всегда назначают, ну уж тем более подходы, связанные с инвазимными методами диагностиками. Наталья Николаевна, спасибо большое за отцов. Елена Александровна спрашивает, какие клиники Москвы можно направить на ФГТС для взятия анализа на вирусы герпеса и кандиду. Елена Александровна, я подозреваю, что, наверное, вопрос был к Марии Анатольевне, но Мария Анатольевна является ректором Омской государственной медицинской академии, поэтому, думаю, мы являемся с Юлей Валентиновной сотрудники СМ-клини, город Санкт-Петербург, поэтому, наверное, я затруднюсь ответить, где в Москве берут анализы на вирусы герпеса или кандиду. Могу сказать, что в рамках нашего холдинга мы это делаем, подозревая, что сам холдинг в Москве тоже это практикует, и здесь очень много зависит от гистолога. Ну, и я вижу еще несколько благодарностей. Спасибо большое Наталье Михайловне, Мария Евгеньевна за отзывы. Я рада, что мы, да, немножечко, ну, изменили традиционные подходы, да, и в субботу сделали семинар. Требуется ли противовирусная терапия при вирусных изофагитах и гастритах? Елена Сергеевна, да, требуется. Но, как озвучивала Мария Анатольевна, достаточно сложно попасть в это время. То есть мы начинаем делать эндоскопию, когда уже яркие клинические проявления, которые бы заставили нас заподозрить, вернее, эндоскописта, да, заподозрить, что это именно вирусное поражение, а в случае вирусного поражения ведь по-другому берется биопсия. Биопсия берется, например, если есть разимно-язвенный дефект, не из краев, а из центра, да, и, опять же, слаженная работа с гистологами, в том числе на методы окраски. Ну, я больше не вижу вопросов. Уважаемые коллеги, я всех благодарю за ваше внимание, за вашу активную позицию. Ждем всех в следующий четверг на очередном вебинаре. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня.